Добрый день читатели Gadget.com, меня зовут Нина Глушенко и вы смотрите видеообзор планшета Iconbit NetTab SCAT 3G. SCAT это название линейки, которая говорит о том, что планшет представляет собой копию айпада мини, то есть у него диагональ дисплея 7,85 дюйма. 3G говорит о том, что модель поддерживает соответствующий модуль связи, кроме того, она также может быть использована в качестве мобильного телефона. Еще одной особенностью модели является невысокая цена, которая составляет порядка 1600 гривен. Толщина корпуса планшета составляет всего 7 миллиметров. Сам корпус сделан из металла, он достаточно практичен. Верхняя только часть корпуса сделана из пластика, это та область, где спрятаны модули коммуникации. Расположение элементов на корпусе совершенно нетипичное для китайского устройства. Обычно китайцы стремятся к тому, чтобы объединить все разъемы и клавиши на одном из торцов, но здесь все разнесено. Сверху содержать планшет вертикально, у нас находятся клавиши питания и разъем для наушников. Снизу разъем microUSB, он же разъем для зарядки, разъем для подключения кабеля USB OTG для того, чтобы подключать флешки. Тут же у нас находятся динамики, но если вы держите планшет в горизонтальной ориентации, например, смотрите фильм, один из динамиков, как ни крути, будет в любом случае закрыт рукой. Один из торцов пустует и на одном находится клавиша регулировки громкости и разъем для сим-карты формата microSIM, который открывается при помощи скрепки, что нетипично для бюджетного китайского планшета. Здесь нет разъема для карты памяти. Встроенной памяти всего 8 гигабайт и где-то 4 из них доступны для пользователя. Это значит, что для того, чтобы смотреть фильм, в большинстве случаев придется подключать флешку через кабель, который, к счастью, идет в комплекте. Благодаря такой опции наличие, точнее отсутствие слота для карты памяти нельзя назвать серьезным недостатком. Это просто вот такой момент, который позволил производителю сэкономить и который принес небольшой дискомфорт потенциальному владельцу планшета. Планшет работает под управлением головы Android, версия 4.1 из коробки. Тут нет особо лишних приложений, которых нет в стандартном Android. Есть файл-менеджер. Не все гугловские приложения установлены. Например, YouTube надо доустанавливать. Планшет работает на устаревшей платформе МТК 6577, двухъядерная, выполненная по 45-нм техпроцессу. Производительности тут хватит для воспроизведения HD-видео. В красивые игры можно играть на средних настроечках. Если вы не причисляете себя к классу гиков, то в принципе вам будет достаточно для того, чтобы посидеть в соцсетях, посмотреть видео через интернет. Но если вы любите игры, то придется подыскивать более подходящий вариант. Плавность интерфейса во многом зависит от количества установленных приложений. Сейчас я очищала память и удалила почти все игры, почти всесторонние приложения. И, как вы видите, работает все весьма шустро. Если установить сверху еще десяток приложений, то будет работать не так плавно, но все равно до заметного торможения, точнее до такого раздражающего торможения, планшету далеко. Вот. И еще один позитивный момент. Работает стабильно. У меня он подвис аж один раз. И то, когда я пыталась запустить приложение, которое точно не рассчитано для такой производительности. Итак, iCompid NetApp SCAT 3G представляет себя хороший бюджетный планшет с возможностью передачи данных. Его достоинствами является удобный форм-фактор, который придумала компания Apple. Кроме того, качественный корпус, хороший экран, несмотря на низкое разрешение, доступная цена порядка 200 долларов или 1600 гривен, а также стабильная работа, что очень нечасто, к сожалению, встречается в китайских планшетах. Недостатками является устаревшая платформа и, соответственно, невысокая производительность. И, кроме того, не самая современная версия Android, то есть 4.1. Если вы не гонитесь за всеми новинками и не планируете играть на планшете в суперсовременные, суперкрасивые игры, то этот планшет вам подойдет. Если же вы любите поиграть и вы причисляете себя к классу гиков, то вам стоит добавить в покупки как минимум 50 долларов, чтобы купить более современный планшет с четырехъядерным процессором. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok